Транспорт в Выхино. Жители района ждут решения острой проблемы. Отечественные производители. Спрос есть, продать негде. Рынок на территории Государственной Академии физической культуры. Кому от этого хорошо? Занятия для детей Восточного округа вне школы и вне дома. Близко, бесплатно и очень интересно. В прошлом. А нет. Дворец творчества детей и молодежи Восточного округа, что у Черкизовского пруда, сохранил и продолжает традиции того времени. Впрочем, слово «прошлое» сюда не подходит. Можно отменить пионерские галстуки, линейки, но нельзя отменить одной простой истины. Ребенку, а тем более подростку, ничто дурное не полезет в голову, если он увлечен, занят. Еженедельно сюда в различные секции приходит около 7 тысяч детей, не считая родителей. Кстати, родителям вход тоже не запрещен. А вы педагог? Нет, я мама. Первый раз я с ней сама помогаю. Ну, удовольствие, наверное, больше, чем у малька. Это просто фантастика. Фантастика. Запись происходит лишь в августе-сентябре и во многие секции ограничены. Первые недели октября заслуженно считаются педагогическими. На них приходится и Международный день учителя, и День рождения органов управления образованием, и ежегодный конкурс на звание лучшего учителя года. В эти дни принято поздравлять преподавателей. Учителя Преображенского центра творчества изменили традиции и сами сделали подарок своим воспитанникам. На прошлой неделе в Преображенском центре творчества детей и молодежи открылась необычная выставка. Здесь были представлены отнюдь не детские достижения. Практически все от завораживающих картин и удивительно красивых украшений из бисера, диванных подушек и поделок из теста и до концертных костюмов сделано руками учителей. Но самое удивительное, что интересы и хобби педагогов-умельцев зачастую не соответствуют предмету и профилю их занятий. Это вот часть праздника, которая заставляет наши души согреться, и это тепло идет на весь год всем детям, родителям. Для меня эта выставка значит познакомиться не на уровне слов, а на уровне чувств, не на уровне ума, а на уровне глаз, восприятия. И когда родители, дети приходят сюда и видят, как я вам говорила, что педагог по туризму рисует картины. Когда гардеробщица, которая принимает пальто, делает свои панно и делает сюда свои работы. Однако выставкой дело не ограничилось. И еще одним дополнением к празднику для взрослых и детей стал замечательный концерт, который также подготовили и провели педагоги и воспитатели Дворца Творчества. Такие концерты уже успели стать доброй традицией и из года в год собирают полный зал благодарных зрителей. Ведь это замечательная возможность для учеников увидеть те неведомые грани и таланты своих любимых учителей, о которых они даже не подозревали. Согласитесь, трудно себе представить, что учитель карате может обладать прекрасно поставленным голосом. Не мешай, что на мою родину любить. Глядя сейчас на сцену, вижу, какая это серьезная организация и какой замечательный у нас дворец в смысле структуры воспитания, воздействия на детей. Какая потрясающая культурная программа, заложенная надолго. И какие замечательные педагоги. Какой персонализм, как крепко сделано все, как серьезно работают люди и с каким удовольствием, с юмором. Но это просто проявление на сегодняшнем концерте. А ведь за сегодняшним концертом видна каждодневная работа, такая непроявленная, спокойная, наполненная просто каждодневной радостью. Ровно через год у строителей выставки обещают представить на суд преображенцев новые педагогические достижения. А пока у местных учителей есть время совершенствовать свои таланты. 22 февраля мероприятия, посвященные празднику, прошли во Дворце творчества детей и молодежи. Ребята, которым еще только через несколько лет предстоит узнать, что такое служба в армии, решили устроить большой футбольный праздник. Так как защита Родины для них всегда ассоциировалась с силой, а значит со здоровьем и спортом. Праздник 23 февраля, День защитника Отечества, наверное, для каждого поколения свой. Если ветераны вспоминают какие-то героические страницы нашего прошлого, то профессиональные военные отмечают это с радостью за свою профессию, с гордостью. Мы отмечаем этот праздник как праздник надежды. Надежда на то, что у нас подрастает такое интересное молодое поколение, которое в будущем будет наверняка защитниками нашего Отечества. Сегодня у нас мини-футбол. Мини-футбол не случайно. Это самый универсальный, самый распространенный, самый любимый вид, доступный для детей. Всеобъединяющий. На базе наших соревнований он объединяет детей разных специализаций, как и спортивных, и детей совершенно не относящихся по виду своего обучения к спортивной деятельности. Здесь у нас и танцоры, здесь и представители декоративно-прикладного творчества, здесь также и художники, шахматисты, то есть те люди, эти влюбленные в футбол. А чем закончится наш турнир, покажет действительно мастерство и, наверное, все более и больше чувство любви. 6 апреля во Дворце Творчества Детей и Молодежи состоялось открытие выставки «Мир семьи». В каждой семье обязательно сохраняются скатерти, салфетки, вышивки, поделки, заботливо выполненные бабушками и дедушками. Многие сейчас занимаются рукоделием, вяжут и вышивают такие прекрасные вещи, что иногда и не верится, что выполнены они руками человека, до такой степени поражают они своим изяществом и красотой. Именно поэтому и решено было создать выставку, экспонаты которой рассказывали бы о семейном творчестве детей, родителей и родственников, воспитанников Дворца Творчества. Несколько лет назад возникла идея создания этой выставки. Дело в том, что многие родители наших воспитанников, естественно, имеют те или иные увлечения. Но сложность заключается в том, что в нашем Дворце очень плотный выставочный график годовой. Из-за этого не всегда удается сделать ту выставку, которую хочется, потому что расписание распланировано иногда бывает за два-три года вперед. 29 апреля на территории Черкизовского парка Дворец Творчества детей и молодежи организовал спортивно-крееведческую игру. Никто не будет отрицать, что все москвичи должны знать историю своего города, ориентироваться в бесчисленных названиях улиц и переулков, многие из которых скрывают удивительные тайны. А если получить такие знания можно еще и в процессе игры, то становится ясно, почему проводимая спортивно-крееведческая игра вызвала такой интерес у ребят. Все соревнования были разбиты на несколько этапов. Участники игры сначала слушали рассказ о каком-то историческом районе Москвы на заставе, а потом выполняли соответствующее услышанному рассказу задание. Реки и мосты Москвы, Кремль, Китай-город, Белый город, Старая Москва, район Преображенское – вот лишь некоторые из испытаний, которые ожидали в этот день ребят. На следующий день по итогам игры прошло награждение победителей. Призерами стали команды школ района 380, 376, 1080 и коллективов Дворца Творчества детей и молодежи. Дорогие ребята и уважаемые наши педагоги, вы знаете, даже, наверное, трудно назвать нашу игру игрой. Скорее всего, это было интересно и увлекательное путешествие в свой родной город. И если у кого-то из вас появилось желание как можно больше узнать о Москве и о Преображенске, на территории которого мы находимся, то мы всегда рады в отделе туризма и краеведения, в школе-студии «Мысль» увидеть всех любознательно. Успехов вам! Всего самого доброго! Спасибо! До свидания!